Директива номер один у Беларуси, день час, заковика 2004-го, за 12 годов в плане узмасснения громадской безопасности дисциплины сроблено шмат, а в чём свечать не только статистичное даденое, а и реальная ситуация в наших городах и вёстках. Разом с этим вызначались и такие моменты, на которые сегодня необходимо звернуть повышенную увагу. Не просто концентрировать факты, а ле огучить причины истинующих недопроцовок, той же вытворчий травматизм, например. С початку этого года на предприятиях Гомичины загинули 13 человек, на два меньше, чем летость, а ле всё ровно шмат. Тем больше, что причины несчастных выпадков не изменяются с момента принятия директивы. По-перше, отсутничая контроль сбоку керовников и специалистов, по-другое, и сами потерпелые выконовать потребование правилов аховой працы не вельми имкнуться. На Мазевском домо-будовничном комбинате, например, загинул работник в стане алкогольных опьянений, у криви 43-сотые промилле алкоголю, гатанидзе полторы бутыльки-горелки. Человечий фактор заявляется головным и серот причин узникнения пожаров. Тут и нестерожное обыходжение с огнём и порушение правил эксплуатации электроприборов. Самая действенная мера у такой ситуации – активная профилактичная работа. Больше усилили профилактическую работу непосредственно с людьми. Вели такую, Гомельщина была флагманом в работе смотровых комиссий, когда все субъекты профилактики работают по определённым группам людей, наших граждан. Подсказывают им, рассказывают, помогают в определённых ситуациях. Наглядальная комиссия сегодня обследовала 35 тысяч домовладаний, в которых проживают шмат детные семьи. Семьи, которые находятся в социально небеспечном становище, это так само инвалиды и пенсионеры. Да, со старелых до речи сегодня повышенная увага. Навод наявность семьи, я ещё не гарантуя им беспеки, есть шмат выпадков, когда миновитородные становятся для их головной погрозой. Есть категории граждан, которые проживают с ранее судимыми, с лицами, заподобляющими алкоголем или наркотическими веществами. То есть это самые визлённые. Ну и самое главное, что требования директивы сократить гибель граждан от внешних причин. Как я уже сказал, это убийство, причинение тяжких телесных поражений, особенно лицам трудоспособного возраста. Потому что требования директивы, они перекликаются с другой программой обеспечения демографической безопасности. И такая статистика. За порушение правил дорожного руха с початка года до администрационной отказности на Гомишне притягнуто больше 200 тысяч водителей и 35 тысяч пешеходов. Правда, оптимизма дадает той факт, что при этом, в паровнении с минулым годом, колькость дорожно-транспортных зарений унизилась, прикладно, на 13%. Алексей Тюров, Валерий Капанько, телерадио «Компания Гомель».